Так, я вас приветствую. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Так, связь есть? Вы знаете, что... Так, везде мы есть, да? И в фейсбуке, и в ютубе, да? Ссылку в телеграм дали? Окей. Итак, пока подключаются, пока продолжают подключаться наши соотечественники в разных уголках страны, хочу отметить, что и за рубежом. Хочу отметить, что сегодняшний лайф будет на русском языке. Сейчас скажу пару слов на государством для того, чтобы объяснить ситуацию. Семас приятень, а чест онлайн, в афидуарен лимбарусы, диваричи, в ряусы филунцалес, детоц, четоценей День Република Молдова. Спичал День Гагаузия, карику парере, вереу ноку носк лимбадистат. Деще ей ноку носк, вот дискута, шастас, а чест субект. Чтобы не задерживать долго вашего внимания, мы, наверное, начнем. А те, кто подключится в процессе нашего прямого эфира, кто-то посмотрит его в записи, кто-то посмотрит его в записи. Всем благодарен за репосты, для того, чтобы это видео увидело максимальное количество граждан нашей страны. Итак, у нас в течение последних нескольких недель произошло очень много разных политических событий, но, безусловно, самое важное из них, это выборы, которые прошли, выборы Башкана, которые прошли в Гагаузии, которые, лично для меня нет никакого удивления, что они закончились именно так, как они закончились. И результат выборов в Гагаузии, то есть кто победил на этих выборах, мне абсолютно понятно, сейчас обсудим, почему именно этот кандидат выиграл эти выборы, то есть кандидат Шора, а не партия социалистов. Мне было абсолютно понятно, и в воскреснем лайве я вам сказал, что если выиграет кандидат Шора, то выборы в Гагаузии будут аннулированы. Если выиграет кандидат социалистов, то будет как бы все окей. То есть, по крайней мере, такая позиция была у президента страны Майя Санду, у всего правительства ПАС и у тех депутатов, которые посвящены в эти их Шоры-Моры. Но для того, чтобы дать оценку тому, что произошло вчера, то, что произошло в воскресенье, и то, что произойдет в ближайшие дни, хотелось бы немного с вами уйти в историю. Я специально не вышел вчера, когда соревновались все политики в заявлениях, и сегодня утром. Для меня было важно поднять кое-какие архивы, посмотреть, когда происходили те или иные события в Гагаузии, для того, чтобы дать вам четкую картину того, что происходило в Гагаузии, что происходит и что произойдет. Для того, я не собираюсь в сегодняшнем комментариях, в сегодняшнем в обращении к вам, понравиться кому-то из политиков. Мне главное, чтобы граждане, жители Гагаузии, да и все жители Молдова, получили объективную информацию. Итак, давайте по порядку. Я себе подготовил кое-какие шпаргалки, чтобы не перескакивать с одной темы не было. В 2014 году мы пытались зарегистрировать нашу партию. Ее не зарегистрировали, сняли из выборов. От всех этих преследований со стороны Плохотнюка и Филата на тот момент мы росли, крепчали. В 2015 году мы выиграли больше всего городов в стране на местных выборах. И в Гагаузии мы выиграли во всех трех городах. В Камранде Сергей Анастасов, в Анатолии Топаловича Дырлоге, в Виктор Педро, главу Вулканештых и во многих других. Помимо трех городов мы также выиграли в некоторых селах. Очень нервничал все это время Игорь Дадон, потому что он в 2015 году, партия социалистов, выиграла местные выборы только в Бричанах и Вокнице, если не ошибаюсь. Мы выиграли тогда в 13 городах. Начинается преследование со стороны Плохотнюка, наша популярность его пугает, против меня возбуждают десятки уголовных дел. Я уже в Москву, что делать Игорь Дадон? Всегда пытается нажиться за счет чьих-то проблем. В 2014 году нас сняли из выборов. За счет этого партия социалистов набрала более 20 мандатов. В 2016 году, когда Плохотнюк меня объявил в розыск и преследовали меня по всему земному шару, я поддержал Дадона на президентских выборах. Это тогда, когда они с Плохотнюком поменяли возраст, чтобы я не мог участвовать в этих выборах. Я поверил обещаниям. Дадон обманул тогда не только меня и всю нашу команду, которая с ним встречалась. Дадон, помимо этого, через того же Плохотнюка, его ресурсы, начали прессовать примаров по всей стране. За счет этого Анастасов, сегодняшний примар Камрата, Анатолий Топал, они на следующих выборах стали кандидатами уже от партии социалистов. Почему я начал с социалистов? Для того, чтобы у вас была вся хронология всех событий, и вы смогли правильнее сделать анализ. Что происходит дальше? Все это время, так как у нас была лидирующая оппозиция в Гагаузии, Игорь Дадон, чтобы хоть как-то переломить ситуацию, обещал очень много жителям Гагаузии. И не только как Гагаузии, и как президент страны, и как председатель партии социалистов. Вот основные обещания, которые были даны его жителям Гагаузии. Вот как вы видели сейчас, когда он приезжал, одним говорил, наши рядом, другим говорил, что привезу вам Путина, когда в следующий раз выиграю президента. А перед этим были и ряд других обещаний. Основные скажу. Обещал русский второй государственный. То есть масса видео в интернете. Значит, эта проблема, естественно, была не решена. И Дадон знал, что он это не сделает. Но он это обещал жителям Гагаузии. Значит, кстати, очень важный момент. Для тех, которые спекулируют о том, что вот жители Гагаузии и многие другие национальности, которые есть у нас в стране, это украинцы, болгары, русские, не знают государственный язык, не хотят его учить. Ребята, я тоже учился в советское время в школе. Я учился в русской школе, номер три, поселок Сахарный завод, Фалежского района, потому что молдавской не было. Дома говорил на молдавском. Поэтому учил русский в школе, дома говорил на молдавском. Но даже сейчас мне очень многие вещи тяжело отдаются из-за того, что все-таки я на русском учился, много лет жил в России и так далее, и так далее. Вы всю эту историю знаете. В Гагаузии в школе учили русский, дома говорили на гагаузском. Так же, как молдаване, как я, учились в русской школе, говорили на русском, дома на молдавском. Скажите, пожалуйста, я хоть дома говорил на молдавском. Гагаузы дома говорили на своем языке, на гагаузском учили в русской школе. Откуда они могли выучить государственный язык вместе с украинцами и многими другими русскоязычными гражданами, когда уроки молдавского языка, это я помню по своей программе, у нас были несколько раз в неделю по одному уроку. Вот такая была тогда программа. И когда сегодня все винят тех, кто не владеет государственным языком в том, что они его не знают, как троицы от ТЦН Молдова, а скажите, пожалуйста, а что хоть какие-то власти за 30 лет сделали для того, чтобы люди выучили государственный язык? Что кто-то выделял отдельные деньги в Гагаузии, или создавали в Гагаузии правительство, например, предприятие, вот в Бельцах есть муниципальное предприятие, Лимбануастры, куда приходили люди и даже платили деньги и обучались государственному языку. Власти только сейчас заговорили о том, что вот бесплатно могут начать учить русский язык. Да, могут. А что делать тем, которым уже 50, 60, 70 лет? Поэтому обещание Додона с русским вторым государственным, значит, обещал закрыть офис НАТО, обещал принять законы, там три основных закона, которые все спекулировали, все обещали жителям Гагаузии, обещал федерализацию страны, и что они сами будут. Русский ТВ обещал пять депутатов от Гагаузии, что их предложит Народное собрание Гагаузии. Значит, вот это все привело к тому, что если на парламентских выборах в 21-м году, внимательно вам даю официальные цифры, значит, за блок социалистов и коммунистов проголосовало 39 тысяч, почти 40 тысяч жителей Гагаузии, значит, на выборах Башкана за кандидата, которого поддерживала партия социалистов, проголосовало только 14 тысяч 800 человек. То есть, почти в три раза меньше голосов, проголосовали не из-за того, что Григорий Узун плохой, или плохо говорит, или у него плохая программа, из-за того, что слишком много обещал Додон за все эти годы, и Гагаузии поверили новым обещаниям, в которых соревновался с ним больше всего Шор, его партия, как бы его кандидат. И вы поймите, жители Гагаузии устали от вот этого в течение всего этого времени. Я вам другое скажу, что даже примары от партии социалистов Гагаузии, которых партия социалистов поддержала на выборах два года назад, из 27 примаров Гагаузии только два поддерживали кандидата Григория Узуна от партии социалистов. Ни примар Камрата, ни Чадерлунги, ни других населенных пунктов, которые шли от партии социалистов на последних местных выборах, никто не поддерживал. Так же и в селах. Они ходили по селам и говорили, если вы не поддержите нашего кандидата Узуна, мы вас так, мы вас сяк, как Мариан Лупа, помните, да, показывал в парламе? Примары ответили. Они все включили мороз в Гагаузии, и примары городов весел. Еще раз, только два примара поддержала. Поэтому пусть Дадон не валит на других, а пусть ищет проблему в себе и в техобещаниях. Я хочу жителям Гагаузии, Чадерлунги, напомнить только про одну вещь, которую вы наверняка помните, она была не так давно. В 2021 году, летом, находясь на дне города, в Чадерлунге, разные политики выходили на сцену. Вас поздравляла Ирина Влагба, бывший премьер Иоанн Кику. Вас поздравляли от партии Шор. Вышел тогда, поздравил жителей Чадерлунги я. И так как это было предвыборно перед парламентским, я сказал, ребят, сегодня у вас день города, запрещено что-либо делать, заниматься благотворительностью во время избирательной кампании, поэтому сразу после парламентских выборов, неважно какой будет результат у нашей партии, я вам подарю брусчатку на 200 тысяч леней, на 10 тысяч долларов, не помню, что это такое. После меня вышел Дадон и говорит, там обещали вам плитку на 200 тысяч леней. Я обещаю миллион леней. Видите это видео в интернете? Наша партия, блок Рената Усатова, не попал в парламент? Я обещания свои на сумму порядка 5 миллионов леней, которые обещал в селах детские площадки, скорую помощь в Бельцах для Бельской республиканской больницы, тротуарную плитку и так далее, я не сказал, что мы проиграли. Я везде раздал все то, что мы обещали, в том числе передал Примарию Чадерлунге, не помню там сколько тысяч квадратных метров брусчатки. Дадон обещал миллион леней и Примарии не передал ничего. Поэтому сегодня кандидат партии Шор был на коне, из-за того, что Дадон слишком много обещал за все это время, и его кандидата не поддержали даже Примар от партии социалистов. Шор обещал 500 миллионов евро инвестиций, аэропорт и так далее. Шор может обещать все, что угодно. Да, Шор перегнул, он обещал намного больше, чем обещал ОПАС на выборах, чем социалисты и многие другие партии. Но люди ему поверили, потому что устали от вранья Дадона. И когда Дадон вышел и сказал, вау, мы вышли во второй тур, это победа. Победа в чем? Что из 45 тысяч голосов полтора года назад вы сейчас набрали только 14 тысяч? В этом ваша победа? Как произошло, что ПАС, который набрал на парламентских выборах ГГУЗИ 2 тысячи голосов, Шор набрал 1500? И многие аналитики сегодня говорят, вау, даже Шор не знал своего кандидата Гуцул перед выборами Башкана. Да, Шор показал несколько приемов, как из мертвого кандидата, за счет того, что он свозит всю страну своих активистов, как это было в Бельцах, как это было на выборах Башкана ГГУЗИ, свозит со всей страны, снимает там турбазы, дома, квартиры, кому-то платит деньги, кому-то не платит и так далее. Сегодня, пусть об этом говорят люди, кто участвовали в этих выборах, но Шор, который имел всего 1500 голосов ГГУЗИ, то есть он имел меньше пас на парламентских выборах последних, на 500 голосов, у них было 2000. Вот он из мертвого кандидата сделал, сейчас все говорят, он всех купил. Послушайте, Шор очень легко шел вперед, его не критиковали другие оппоненты. Я не видел критики, чтобы обвиняли Шора в коррупции, ни социалистов, ни других кандидатов. Они молча ходили, соревновались в обещаниях людям, это делал свою работу. Я, плюс, ребят, значит, Шор участвовал в выборах ГГУЗИ и в Бельцах из-за партии ПАС. Это для сторонников ПАС, которые постоянно пытаются найти кому-то какие-то оправдания. И Майя Санду, как кандидат президента, и партия ПАС, они говорили, что это коррупционер, вор, украл миллиарды и так далее, мы посадим партию, запретим, всех разгоним и так далее. Значит, то, что Шор участвовал в выборах, и в Бельцах, и в ГГУЗИ, это абсолютный залет ПАС. Шор, он как жулик, наперсочник, всегда пытался где-то их как бы обдурить, понимаете? И у него это получалось. Выборы были только в Бельцах, они туда свезли людей, платили деньги, дорогое оборудование, лагеря и так далее. Власти тогда решили их снять только после того, как Таубер набрало 48%, или 49% тогда. Понимаете, да? То есть, ее нужно было снимать перед первым туром, и проблем бы не было в Бельцах. Они Шора накачали. Я думал, они поумнели, потому что то, что они сделали в Бельцах, я говорил, что то, как они то, как они сняли то, как они сняли Таубер Бельцах, это то же самое, знаете, как маньяк-насильник поймал женщину в парке, изнасиловал, задушил, убил. После того, как задушил и изнасиловал, потом судья говорит, а я ее убил, потому что она могла заразить других мужчин с ПИДом. Вот так, например, они снимали Таубер Бельцах. То, что произошло в Гагаузе со снятием кандидата Башкана, я понимаю их рынзу, что как это мы будем с кандидатом Шора в правительство. Если бы я был на их месте, я бы каждый день на каждом заседании правительства задавал бы по 3-4 вопроса, и вся страна видела бы, что происходит. Они, это же как, они же все целки и целочники, понимаете, то есть как это так, они не умеют признавать ни поражение, ни проигрышное, ни весь тот идиотизм, который они творят ежедневно. То, что они сделали с отменой результатов выборов в Гагаузе, поверьте, их все-таки отменят. И все-таки отменят. Это, и как они это делают, и маски-шоу в вчерашнем цике, это, вы знаете, мне напоминает одну историю из моего детства. Вот, когда смотрел, как они что делают, это примерно то же самое, как... Я помню, когда жил в Олештах на сахарном заводе, маленький, у нас был сосед, там, недалеко жил, он не прям, дядя Вова. И вот, взрослая пожилая мама, дядя Вова, отправила его в Одиндей, воевого, ян душтай, в Огайен, киос, батры, найдем, аллерг, темпоят, ну, под принденьшона. Дядя Вова пошел. Дядя Вова такой здоровый парень был. Мама не могла поймать курицу, для тех, кто не понял, но отправила сына. А сына уже тогда было лет 45, наверное, 50. И пошел дядя Вова поймать курицу. А у дяди Вовы живот вот такой, как-то он походил по курятнику туда-сюда. Короче, не получилось у дяди Вовы ни нагнуться, курицу поймать, ни присесть, в общем, курицу убегали. Дядя Вова пошел к другому нашему соседу, дяди Косте. Говорит, Костя, дай пушка. Взял двухстволку, дяди Костя охотника, зашел в курятник и дуплетом как дал результат. Значит, застрелил 25-30 курей своих, плюс где-то штук 10 курканов, индюков, гусей и так далее, ранил еще в соседних курятниках. Вот так же пас снимал выборов Башкана. Понимаете? Если бы они хотели поймать Шора, нужно было просто поставить туда ящик, сыр и вот так палочку. И Шор бы точно туда пришел и поверьте мне, ящик бы захлопнулся. Они нет, они взяли с двухстволку и то, что они вчера устроили, это как дядя Вова, который мама попросила забить курицу, а он расстрелял весь курятник свой и покалечил кучу курей наших соседей. Понимаете? Я вчера наблюдал за жителями Гагаузии, которых многих критиковали. Вот, смотрите, Традоторий, Саувандут Лушор и так далее. Ребят, жители Гагаузии вчера, когда были маски, шоу и так далее, они вышли на защиту ЦИКа. А люди, которых я видел по улицам, видел много в телеграм-каналах, эти люди вышли не за Шора, они вышли защитить свой голос. Они, каждый второй житель, Гагаузии, который проголосовал за этого кандидата, он считал, что хотят украть их голос. И когда я вчера увидел, как объединились все депутаты народного собрания и те, кто воевали с собой много лет, и те, кто не разговаривал, и хай, давай, мы тут, короче, ребят, они вчера все объединились, потому что они посчитали, что их хотят нагнуть. И то, что произошло сегодня, это то, что вышел общественный политический деятель Гагуазии, Михаил Влах, и сказал, что 21 числа они проводят в Камрате национальные собратья, приглашают туда всех жителей Гагуазии. Он объявил повестку, которую они будут там обсуждать. Значит, я вам так скажу, перестаньте дразнить жителей Гагуазии, потому что если бы они хотели дестабилизировать ситуацию, как многие вчера писали, они бы предложили всем 21 мая пойти на Кишинев. И Шор бы получил бы тысяч тридцать человек поддержки только с Гагуазии на мероприятии, которое организовывается Пентру Европы под эгидой президента Майя Санта. И вот тогда, поверьте, было бы очень плохо. Поэтому те, кто тролли ПАС и представители власти, которые критикуют, не дразните их, потому что они очень честно сказали, что они хотят провести в Камрате национальное собрание, а не в Кишиневе. Да, у них есть очень много вопросов, во многих из которых я с ними солидарен. Я давно говорил о том, что, ребят, прекратите спекуляции, проведите референдум про внешний курс и закройте эту тему раз и навсегда. И чтобы не было каких-то перегибов, две трети населения как решит, так и делает. Значит, они говорят о том, что их интересует, они же не говорили, давайте в таможенный союз. Они четко сказали, мы хотим дружно жить с Европейским союзом, с Турецкой республикой, с США, Россией, со всем миром и так далее. Нас интересует наш национальный интерес, а вектор нашей партии это только вектор национального развития. К сожалению, очень мало людей это понимали на парламентских выборах, из-за чего мы проиграли в 19-м году и 21-м, потому что все были или ку Европа, или за Москву. Многие начали понимать, у многих прошел гимножество, должен, превыше всего, должен быть над всех партий здоровых, это только вектор национального развития. Любое государство сильное, которое производит, а не государство прошайка, которое пытается постоянно что-то исполнять за счет постоянных кредитов. Поэтому еще раз, то, что делает партия ПАС, и то, что у них не было кандидата, вы вообще не имеете права как партия сегодня комментировать, что там произошло, кто платил деньги, платил. А знаете почему? Потому что у вас там не было своего кандидата. Нужно было зарегистрировать кандидата ПАС. Нужно было дать ему хорошую команду юристов. И даже если изначально вы понимаете, что политически проевропейская партия ПАС, там не популярно, не может выиграть, ваш кандидат вместе с командой каждый день отправлял бы по 10 запросов в ЦИГ ГАУЗИ, в полицию, в прокуратуру, в Центр по борьбе с коррупцией. И тогда ваши сегодняшние обвинения имели бы обоснования, они бы фиксировали взятки, подкупы, раздача денег, подвозы и так далее. А констатировать после того, как Гуцул победила кандидата социалистов и вас кандидат от Додона устраивал в правительстве, от Шора нет, только из этого мотива сегодня просто все крошить и хоронить. Ребят, очень плохая история, очень плохая история, которая вам аухнется. Эта история вам аухнется, потому что нужно уметь признавать свои косяки и поражения. Вы говорите сегодня, что вот там пел Киркоров, Басков и так далее. Я тоже знаю, что по закону нельзя использовать зарубежных политиков, артистов, зарубежных граждан для призыва голосовать и так далее. Значит, да, они записали эти ролики, а Шор очень технично пошел по грани. Пошел по грани, не было партийной, не было партийных календарей, но я, по крайней мере, не винию, не было официальных роликов на ТВ с участием иностранных граждан. Киркоров с Басков спели гимн Гагаузи. Даже если они пели его за деньги, вы это не сможете доказать, это я про власть. Но послушайте, спели гимн Гагаузи, дели майку Гуцул. Понятно, Шор использовал любые технологии, чтобы победить. Какие вы технологии использовали? Партия опасна. Кто вам запрещал отправить, например, Раду Мариан и сказать, что вот Раду Мариан будет давать концерт вместо турецкого певца Таркан? Мама щекидым, щекидым. Если под Таркан и Раду Мариана больше подходит под Бонием, объявили бы концерт Бонием с участием Раду Мариан, с пыну, который напиздил денег, возьмите, отправьте его с песней «Весна опять пришла», Владимирский Централ, концерт Андрея Спыну в каждом селе, отправьте пару холостых депутатов, если они у вас есть, пусть женятся в Гагаузии. Ребят, вот эта компания, вот эта политика, понимаете? А вы все стройте себе, а я не такая, а я там не жду трамвая и так далее, и вы просто слились. Понимаете? Вы ничего не сделали не для того, чтобы документировать нарушения, вовремя обжаловать и так далее. А у меня еще один вопрос к партии ПАС. В 2000-е то, что Шор всегда раздавал деньги и почти их никогда не декларирует, раздавал взятки. Ну вот он, такой человек. У меня был один знакомый в Москве, студент, из очень приличной семьи чиновников, богатые люди. Вот мы постоянно, когда ходили с ним в продуктовый магазин, метро Юго-Запада, в Москве. Как приходили в общежитие. Этот из-под дорогой куртки, которая стоила 4-5 тысяч долларов, сумасшедшие деньги в те времена, вытаскивал два торта, три бутылки водки, мог найти еще там пару коробок конфет. Клептоман. Вот у него что-то украсть, причем не из-за того, что он бедный, или украсть, чтобы разбогатеть. Ну вот есть клептоманы, это болезнь. Значит, идейный вдохновитель, ПАС такой же был, бывший ихний лидер, когда они были в другой паре. У Шора другого, у Шора давать взятки. И Шор воровал по-крупному. Он как бы там не вспынился. Ребят, это что, для вас в ПАС была новость? Нет. В 21-м году Шор прошел в парламент. По грани, по линии там. Набрал 5,5%. Раздавал деньги в каждом селе. Об этом говорили все участники выборов. А что вы не вышли тогда? Госпожа президент Майя Санду на тот момент Гаврилица, Ричан, мы не признаем результаты выборов в парламентстве в 21-м году, потому что Шор коррумпировал людей. Такого не было. Вы все радовали, что вы набрали 63 мандата. Вы радовались от того, что вы набрали 63 мандата, и вы просто кайфовали. Когда до на квадроцикле, когда я ездил с мигалками Пасадова. Понимаете? С сопровождением спереди-зади. Почему? Перестаньте изображать, что вы там только сейчас узнали, что Шор раздает деньги. Когда за преступление человек не наказан, он продолжает и совершает. Вы в Бельцах сказали, что Шор коррумпировал, не декларировал деньги и так далее. Уверен, что так это и было. Нужно было снять Таубер перед первым туром. Вы не смогли. У вас еще не было все под контролем, хотя у вас были все спецслужбы под контролем. Вы могли после этого у нас досрочные выборы в Бельцах прошли полтора года назад. За полтора года вы не посадили ни бухгалтеров Шора, ни схемщиков. Вы никого не запретили. Почему Шор сейчас не должен был так же делать в ГГУЗе? Потому что он ни разу не был наказан. Даже Плохотнюк в свое время его партнер был вынужден. Вы сейчас там все а-ля Улю Шору дали 15 лет, но даже Плохотнюк не мог покрывать Шора и впаял ему там в 7 или сколько лет в первой инстанции за кражу миллиардов. Значит, и сегодня то, что у нас есть бедные люди, голодные люди, нищие люди, люди, которые подвержены влиянию обещания в 500 миллионов евро, как и в Бельцах, многие поверили, когда голосовали за Таубер, значит, что она построит аэропорт, хотя земля в Бельцах, где аэропорт, находится на территории Шианского района. Они обещали нефтеперерабатывающий завод в Бельцах построить, хотя в городе Бельце нет земли, где можно расположить сегодня этот завод. Я уже молчу, про провод, по которому мы поставляли эту нефть, или там наличие порта, то есть они такое бредятное обещали. Многие люди поверили. Сейчас из-за того, что наша партия будет участвовать на местных выборах в Бельце, кстати, увидеть, Марина Таубер не будет больше кандидатом партии Шор в Бельце. Я знаю, о чем я говорю. Они выеживались в Бельце, потому что у нашей партии не было кандидатов. Сейчас 99.9% что она кандидатом в Бельцах не будет. У них будет общий один кандидат, там, и у блатных, и у ментов, и у розовых, и так далее, один милиционер. На данный момент уже нет. Перестаньте. Сейчас многие могут из сторонников ПАС начать меня обвинять в том, да в систему веро-коррупт каптурат, захвачена прокуратура, вот не можем избавиться от судей при бетинге, хуетинги, там, и все вот это вот. Значит, ну не может мая, там, и вот 63 депутаты могли бы, если были бы люди, которые бы включали мозг бы и думали. А так как таких нет, а все иностранные консультанты, которые там есть, они не могут отключить вулкане, что от Дандюшан, для них это тоже самое, и два соседних села, хотя это два города находятся, один на севере, другой на юге. Имея вот такие консультантов, они мажут и попадают в штангу. Объясняю вам, что нужно было сделать, чтобы не было то, что произошло в Бельцах и в Гагаузе. В 2020 году Майя выиграла выборы президента. Окей. Будучи президентом страны, по закону президент может инициировать консультативный референдум, что мешало госпожи президенту сказать, что вместе с бюллетенями на выборах парламентских, которые прошли уже в 2021 году, мы включаем, например, один вопрос. Люстрация. Закон о люстрации это запрет всем тем, кто занимался взяточницей, борыжницей, преступной деятельностью и так далее. Трудо устраиваться на работу, становиться судьями, прокурорами, участвовать в выборах и так далее. Поверьте мне, что за закон о люстрации проголосовало бы процентов 80. Кроме коррупционеров проголосовали бы все процентов 80 граждан нашей страны. В мае получив большинство 63 мандата в 2021 году, через уже парламент, в котором у нее было свое большинство, легализовало бы этот референдум, утвердило бы результаты референдума. И Шор бы, и вот эти все его шмекеры, они бы сегодня не могли бы не то что существовать как партия Шор, они могли бы даже перейти к коммунистам, к авкалюку, создавать новые партии, неважно что, понимаете. Они этого не сделали. А вы видите, как все просто. Причем я вам объяснил, это абсолютно законный путь. И для этого у них есть все, чтобы это сделать. Нет. Они делают, они идут по-другому. Они отправляют многим нашим зарубежным партнерам списки людей, против которых хотят ввести санкции. Которые занимаются дестабилизацией, которые хотят уничтожить страну, связанные с ФСБ, с русскими и так далее. Вы не представляете все лица некоторых зарубежных партнеров, когда они посмотрели эти списки. Они сказали и Майе Санду, и некоторым представителям, пас... Алло, ребят, ладно, то, что тут есть Плохотнюк, Шуар, Платон, так, Кавкальвыка суети, окей. А вот эти... А ну, секундочку сейчас, Сань, а ну, открой у меня там сверху и дай там две. Прям упаковку в столе открой. Списки там есть, видишь, прикреплены, видно новые. Да, вот эти. Все, да? Сейчас покажу. Просто не покажу, все, потому что... Были списки, если помните, которые были опубликованы, список Шора, список Плохотника, список Додона и так далее. Значит, они внесли некоторые изменения, не могу все показывать, и неправильно, может тут есть и ДНП, даже молдавский. Вот как передавать за рубеж данные наших граждан с идентификационным номером и так далее. Вот смотрите, например, Шор. Похожий список опубликовали в свое время, я видел, на ТВ-8. У меня были и старые варианты, они постоянно их сейчас... Так, короче, там было сто с чем-то человек, как закрыто. так, а то сейчас паяют, у нас просто нет там персональных данных. Так, еще не закрыто. Не, не надо это самое, потому что будут видны, попадут паспорта. Поверни, чтобы я видел, что-то. Короче, ребят, значит, вот номер при номере, короче, что в этом списке? Значит, в этом списке есть и примары сел, и коммерсанты. И самое интересное, что они пытаются в этот список и к Шору и Плохотнюку привязать некоторые даже компании, вот они впаяли 115 экономических агентов компаний, которые связаны с Плохотнюком. Я понимаю, когда там компании, там, классика Асигурель, Арт Глобал, реально есть фирмы, там, Шора, связанные с ним, с Плохотняком и так далее. Но есть фирмы, там есть колхозники, лидеры, как можно подавать всех, отдавать зарубежных? Это ваш единственный вариант борьбы с теми, кто против вас? Значит, то, как вы работаете, вызывает просто шок, в том числе у многих за рубежом, потому что посмотрел список по компаниям привязали к ДДО, но там что-то не растет, а тут постоянно какие-то изменения. Значит, люди просто в шоке. Если у вас есть претензии к этим двухста людям, возьмите, возьмите, возбудите уголовные дела, судите их и так далее. Проведите иллюстрацию, без которой ваши приветеньги, это просто чистый ноль. Вы просто себе лояльных и дружных везде сегодня суете. И мероприятие 21 числа, то есть, что делал плохотнюк, то же самое делаете вы. Зачем эти спектакли? Большинство граждан страны проголосовали за европейскую партию ПАС, потому что все, что было связано с промолдавским вектором, с пророссийским, еще тогда войны в Украине не было. Значит, это все дискредитировал Додон, уничтожил, разбил как бы весь левый фланг, хотя постоянно что-то говорили, что вот Усатый продался кому-то, из-за Усатого он прогрел. Нет, Додон, из-за всего того, что делал, из-за коалиции с Демпартией, потом с Шорами и так далее, 63 мандата получила ПАС. Все, проевропейская партия получила 63 мандата, но даже имея 63 мандата, может, многие бы получили за счет перераспределения голосов от партии, которые не прошли. По любому важному событию в стране проводите референдум, ребят, и вы всегда будете, никому у вас не будет никаких вопросов. Хоть 10 референдумов будет. Вы даже не изменили ПАС законный референдум. Потому что количество подписей сегодня, которые нужно собрать для того, чтобы провести референдум, если, например, мы с гражданами и неизвестим, нормы остались, как было, при жудецах. Жудецы расформировали, ушли в районы, и нужно собрать количество подписей в районы, где в большинстве даже нет столько жителей, понимаете, сегодня. А они все демократы, проевропейцы, элементарных вещей не делают. Поэтому, короче, все это очень грустно, очень плохо. За счет протестов с хризантемами, в которых участвовала наша партия, социалисты, Анастаса, Додона мы сделали президентом. За счет всех тех беззаконий, которые Додон пытался организовать и организовывать вместе с Плохотнюком против меня и в Молдавии, и в России, победила Майя-Санду. И все мне рассказывают про желтые тюльпаны. Усатая, ты помнишь, как ты пошел с желтыми тюльпанами? Помню. И как Майя ходил с желтыми, и как с Додоном ходили с хризантемами, поэтому я сделаю все для того, чтобы ни Санду, ни Додон не оказались даже во втором туре президентских выборов. Хватит нам кораблей, чуть-чуть кораблей, чуть-чуть блядей, которые тащат то влево, то вправо. Сегодня стране нужен корабль, который идет прямо, и которого интересует только интерес граждан нашей страны. Очень много хотелось еще с вами обсудить, обязательно обсудим. Каждую неделю я буду выходить в эфире один день на русском языке, другой день на молдавском, на румынском, для того, чтобы меня могли понимать одни и другие, чтобы я не говорил одно предложение на русском, другое на молдавском, потом меня все критикуют. Ребята, давайте поработаем, давайте обсудим перезагрузку страны через принятие новой конституции, для того, чтобы исключить массу дурацких законов, и в то же самое время возможность политиков лазить туда. Только перезагрузка, полная перезагрузка страны через принятие конституции, как ликвидация СРЛ, с проблемами, кедосами, рейдерскими атаками, наездами, бандитами, и так далее, ликвидируется, и через минуту, вместе с гражданами всей страны, учреждаем новое. огромное количество развитых стран в мире прошли через это и достигли серьезных успехов и результатов. А сидеть, постоянно что-то штукатурить, варить, подкрашивать, белить и так далее, то, что делают у нас наше страну. Это, к сожалению, невозможно. Будем следить, что происходит в Гагаузе. Возможно, 21 числа с удовольствием поеду в Камрад на митинг, который проводят жители Гагаузи, куда призвали тех оппозиционных политиков и журналистов, и политических обозревателей. Пойду на митинг в Гагаузи, значит, власти хочу порекомендовать, ребят, вы постоянно то дразните русских, особенно, когда они отошли далеко от Одессы, то вы дразните жителей Гагаузи, вы дразните других политических деятелей и жителей страны тарифами на отопление в целом на энергоносителей и так далее. Ваши больные амбиции приводят к тому, что в стране может начаться не то, что конфликт на юге страны, а вы можете довести страну до гражданской войны. Вот вам ума пока хватает только на это. остановитесь и хотите что-то сделать для страны, можете что-то делать, нет, валите. Поверьте мне, с шорами, хуерами и так далее, мы сами разберемся. Если вы показали уже за что, за два года на что вы способны, вы показали. потому что то, что вы делаете и сделали сейчас ГГУЗе, может поставить под угрозу даже саммит 1 июня, на который должно приехать более 40 лидеров из разных стран, которые помогали нашей стране, помогают сегодня. И поверьте мне, что вы это все можете поставить под угрозу именно тем, что вы начали делать вчера в ГГУЗе. Можете уничтожить, что-то делать. А быть чуть-чуть беременными, чуть-чуть силовиками, чуть-чуть евроинтеграторами и так далее не получится. Потому что люди просыпаются и поверьте мне, что вот все то, что вы делали и делаете, то, что вы называете всех пятой колонной. У нас же Майя Санду президент, вот она, едет в Бельце предуборную кампанию. Ей посвистели. Я был примаром Бельце. Я подал в отставку в сентябре 21-го года. Майя была президентом уже год на тот момент. И она в Бельце была не была ни разу. Она приехала только один раз тихоря, зашла там Григоришна. Тоже понял, вербовали, тащили его в пас. Коля молодец. Пошел туда, где ему никто не навязывает списки советников, где он будет делать его сам. Поэтому выбрал партию, где никого нет. В Бельце. Вот. Майя Санду, вы как президент, вы не приехали в Бельце. Вы не собрали людей, вы не поехали в Гагаузию. Я видел ваши визиты в Гагаузию, те я не считаю. Я когда Додона после того, как поймал Фалештах, и он убежал, и он несмотря на то, что позвонил Гагаузию своему активисту, позвонил Башкану Рену Вах, я приехал к жителям на встречу Камрада, мне звонили оттуда, не едь, отправили провокаторов, Вах, два муниципальных предприятия, Додона активистов, будут свистеть, шуметь, давать, гореть. Да, это все есть в интернете. Они свистели, орали. Я продолжал говорить, и высказал людям в течение часа все то, что я для них делал. Желаю успехов партии власти, а вдруг поумнее что-то поменяться. Хотя очень сомневаюсь, потому что большинство людей, которые даже есть сегодня у них, неважно это Андрюха Владимирский Централ или масса других чиновников, они воруют, президент выходит на телевизор и говорит, что юном информатика фуры и что приковывать. Ладно. Короче, встретили с цветами, проведем тоже с цветами. Всем хорошего вечера, обнимаю вас, не будьте дураками. А вчера то, что ГГУ за себя объединились, просто молодцы. Поэтому будем идти вперед, мы построим сильную страну, где все граждане нашей страны, которые говорят на русском, на румынском, молдавском, болгарском, гагузском, будут жить дружно и работать. И во главе страны будут только наши национальные интересы. А не отсосы, подсосы и все то, чем занимаются и проевропейские, от них осталось. Всем спасибо, которые каждый день отправляют заявки на сайт нашей партии www.pn.md и регистрируйтесь для реструктуризации нашей партии в селах, городах нашей страны и в городах и странах, где вы находитесь за ее пределами. Мы будем продолжать вас обзванивать. Более полторы тысячи человек написало. Извините, что не всем пока перезвонили. Девочки проверяют контакты, потом перезвоним. Будем с вами встречаться в каждом городе и селе продолжаться заниматься реструктуризацией нашей партии. Для того, чтобы потом, когда мы придем в Гласе, чтобы я не пришел к вам, чтобы я не провел в парламент или в правительство таких же идиотов, которые вы видели за последние 30 лет и которые находятся сегодня. Всем хорошего вечера. Пока. Сила права.